Чёрный причёрный ночью На его борту сидели бойцы в чёрной причёрной броне, возглавляемые чёрным причёрным командиром. Солдаты будущего ныряют с парашютами за борт в одну из душных тропических ночей года 2020-го. Впереди остров, где северокорейский генерал захватил команду мирных археологов, специализирующихся на летающих тарелочках. И всё было бы хорошо, но любознательный инопланетянин прилетел на шум моторов, разбросал десантирующийся спецназ по всему острову и задумал сожрать их всех. С одной стороны пришельцы, с другой — войска Северной Кореи. Так начинается «Крайзис» — самый ожидаемый боевик 2007-го года. С первых же черепах, с первых крабиков и перестрелок становится ясно, что художники, аниматоры, программисты и прочие специалисты по спецэффектам выложились полностью и выдали нам картинку потрясающей красоты. На игрока эта красота обрушивается не сразу, а сваливается небольшими порциями. Сначала мы видим ночной лес и тени при луне. Потом небо плавно светлеет, и на нём вырисовываются силуэты деревьев. А после этого игрока встречает волшебный рассвет, и с ним — первый серьёзный бой. Надо сказать, что инопланетяне в глубине острова — тот ещё секрет полишенеля. Однако всю первую половину игры они лишь дразнят игрока, утаскивая и пожирая одного за другим напарников главного героя. Кстати, зовут нашего героя Джейк Данн, а его кодовое имя — Качем. Пока пришельцы лишь намекают о себе, и наш реальный враг — войска Северной Карелии. Они так крепко вцепились в островок, что выкурить их непросто. К счастью, у героя есть в запасе боевой костюм, сделанный на основе нанотехнологий. С его помощью можно, например, стать почти невидимым и проползать под носом у ничего не подозревающих часовых. Можно получить силушки богатырские, чтобы прыгать по холмам весёлым джедаям и ударом руки выносить заклинившие двери, не говоря уже о том, чтобы раскидывать врагов. Можно при желании задержать несколько пуль или стать скоростным гоночным болидом на пару секунд. К сожалению, костюм очень неудобен в использовании. В нём всего одна батарейка для всех функций, включая бронежилет. После использования каждый приходится ждать, пока заряд восстановится. Что интересно, в игре США вовсе не единственная страна, обладающая секретом нано-костюма. Похожая броня есть и у корейского спецназа, правда она чуть пониже качеством. Так, китайская подделка. Поверх костюма нашему герою Джейку пригодился бы разгрузочный жилет, чтобы можно было унести с собой побольше оружия. Дробовики здесь великолепны и автоматы неплохи, но что-то из этого набора придётся выбросить, чтобы взять, например, снайперскую винтовку. Оружие можно по вкусу снабжать фонариками, прицелами различных типов, подствольными гранатомётами и глушителями. Но при всём богатстве выбора другой альтернативы нет. Держать под рукой ракетомёт о трёх ракетах придётся обязательно. К сожалению, только один. Местоположение других лучше запоминать и потом возвращаться за ними, чтобы ненароком не остаться без ракет. Вынужденная возня с тяжёлым вооружением и костюм с севшими батареями. Мелкие неудобства, но они, к сожалению, накладываются на проблему с полным отсутствием динамики в первой половине игры. Процесс однообразен до зевоты. Прошли по лесу — вперёд, встретили, патрулили разъезд, убили, прошли — убили. Повторить несколько раз. Сколько одинаковых полевых баз придётся нам штурмовать. Сколько компьютеров взламывать в поисках секретной информации. Сколько машин взрывать гранатами и ракетами. Возможно, разработчики специально затянули игровой процесс, чтобы мы могли полюбоваться джунглями и горами при свете дня, вечером и ночью. И полюбоваться здесь есть чем. Такой картинки не было ещё нигде, и ещё не скоро боевики возьмут планку графики, установленную разработчиками CryDeck. В этом море хочется купаться. Под этим солнцем надо загорать, а не вести сражения. Отнюдь не все деревья здесь разрушаемы, но эффектно падающая перерубленная пальма добавляет реализма. На основе движка CryEngine 2 получился бы неплохой симулятор лесоруба. Чуден Крайзис при тихой погоде. Но редкая видеокарта долетит до середины настроек качества. Системные требования игры безумны и беспощадны и к процессору, и к видеокарте. Но при такой графике это неудивительно, да и игра не создаёт впечатления, сделанной тяпляпой. Правда, в некоторых моментах, стараясь оптимизировать её, программисты дали маху и допустили несколько ошибок. Когда в загруженной игре сгоревший автомобиль вдруг оказывается целёхоньким, это просто удивляет. Но когда вдруг оказывается намертво закрытая скриптовая дверь, это не слишком радостная новость. После первых красиво-тоскливых уровней сюжет сажает героя на танк, и игра вдруг становится интереснее. После некоторой паузы наш Джейк Данн попадает во внутренности космического корабля. Его коридоры, механизмы и узлы не спутать ни с чем. Именно так должен выглядеть каждый уважающий себя космический корабль. Но наслаждаться невесомостью и скоростными туннелями герой будет недолго. И вскоре окажется здесь, на замороженном участке острова, в компании с ледяными статуями в стиле Нарнии, инопланетянами в стиле Матрицы и с погодой в стиле фильма «Послезавтра». Однако разрекламированный ледяной остров окажется лишь одним коротким уровнем. С этого места, надо сказать, героя уже не бросают на огромные и бесполезные уровни, а твёрдо ведут по скриптовым рельсам. Но игре это только на пользу. Появляются динамика, драйв и впечатляющие сцены вроде этой отчаянной битвы с механическим монстром безумной величины. Неизвестно, правда, о чём думали разработчики, когда решили посадить игрока за руль неповоротливого летательного аппарата и отправить на бой с шустрыми и юркими летающими роботами-инопланетянами. Разве что добавить пущего пессимизма в процессе бегства с острова. Победить в этом воздушном бою нельзя. И даже защитить всех, кто отчаянно требует помощи по радио, не выйдет. Нашему герою лишь бы самому удрать с острова напарника, спасти и нескольких солдат в пассажирско-грузовом отсеке. С прибытием Джейка Данна на авианосец, он же последний уровень, и начинается настоящая игра. Тот самый Крайзис, каким он должен был быть с самого начала. Только здесь мы можем во всех подробностях рассмотреть персонажи, рядом с которыми мы прошли всю игру. Здесь мы можем понаблюдать за работой корабельного экипажа, перекинуться парой слов с каждым человеком и даже попытаться взлететь на крыле истребителя, напоминающего F-22. На корабле царит атмосфера всеобщей неуверенности и тревоги. Это адмирал Моррис. Некоторые моменты назад я получил удовольствие от президента чтобы вставить университет нуклеарный страйк против хостилов на острове. Только с прибытием на авианосец, за глянцевой графикой впервые проступает атмосфера, и в события начинаешь верить. Мы еще не уверены на точку思е нашей оппозиции, но сферопезируем на различных установках... ... 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 Ядерный взрыв, который должен был уничтожить пришельцев, оказал совершенно не то действие, и корабль подвергается атаке. Даже битвы с боссами, местами напоминающие о временах приставочной юности и об игровых автоматах не особенно портят игру. Что поделать, таковы условности жанра у блокбастера. Победы над инопланетянами в игре можно не ожидать. Разработчики твердо нацелились не просто на продолжение, а на трилогию. Хочется надеяться, что в следующей игре они учтут обидные ошибки дизайна Crysis и в следующей части не станут встречать игрока занудством однообразных уровней и не оставят все самое вкусное на конец. Тропические пляжи, солнечные зайчики в листве, рассветы и закаты великолепие природы удалось разработчикам на 100%. Сюжет и игровой процесс порой прихрамывает, но как пальмовый симулятор Crysis определенно состоялся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова